Здравия всем! Кричат и откровенно дают пинком под зад в вагонии тем, кто по-прежнему не понимает, что происходит. Как умело подсумули понятие самоизоляции, приравняв его к карантину, но при этом не вводя чрезвычайные положения, дабы человек оставался кредита обязанным, сидя дома. Сколько хаоса, подложных видео, информации, выводов в сторону. И результат налицо. В прямом смысле. На мордник, четыре стены, туалетная бумага, холодильник и страх ожидания. Человечество давно забыло, кто оно и как именно оно создавало реальность. И теперь, во времена частотного подъема энергии, когда реализовать свою реальность, чистоты, благости, мира, любви, становится все легче, ему под нос подсовывают целую, стратегически продуманную на несколько ходов вперед партию, в которой на его поле одни лишь пешки. Практически 99% человечества не имеет понимания, как владеть своими эмоциями. Когда плохо, нам плохо. Когда хорошо, значит хорошо. Это типичные инстинкты, на которых все живут. Чем же мы отличаемся от животных, если не можем отличить возможность, которая дается в тяжелую минуту, от морковки на ниточке для ослика, которая приходит в виде радости или даже счастья? Я не буду затрагивать наболевшую и избитую тему вируса, поскольку это трата времени и энергии впустую. Это Дон Кихот и ветряные мельницы. Именно сейчас, в данное мгновение, нам всем нужно вспомнить, кто мы есть и куда мы движемся. Мы на пороге великой трансформации, а точнее мы уже за порогом. И сейчас я предлагаю тем, кто еще не опустил руки, у кого еще осталась вера в нас всех, у кого остались силы, чтобы выстоять. Неважно, как вы относитесь ко мне, верите или не верите. Отбросить все сомнения, страхи, подозрения, неуверенность, злобу и все остальные низкочастотные чувства и обратиться внутрь себя, обратиться к душе. Ведь именно за энергию душ сейчас идет борьба по всем фронтам. Первое, что нужно сделать, это, конечно, успокоиться. Успокоить мыслительный процесс, отгородиться от телевизоров, новостных каналов, соцсетях, громкой музыки. Понять и принять, что никакого вируса за окном нет. Все вирусы мы создаем сами своими страхами. Сами создаем, сами от них и страдаем. Но несмотря на все давление критической массы, запугивание, стравливание, у нас есть инструмент, который при правильном его применении сработает. Это своеобразное ментальное оружие, я бы даже сказал щит, с упорядоченным словарным кодом внутри. Повторюсь, мне не важно, посчитайте вы меня идиотом, шарлатаном или кем-то еще. Те, кто понимает, о чем я или хотя бы и старается понять, все почувствуют сам в тексте этого волеизъявления. Ведь сначала было слово, как все знают. В эти времена, возможно, это будет лучшей молитвой и требой для всех нас. Для чего это? Нам нужно дать понять высшим силам, что мы не биороботы, не клоны, не животные, живущие только на инстинктах. Что мы в полной мере являемся хозяевами на нашей с вами земле. Мы разумные существа и имеем здесь все права по рождению. Это самоидентификация в тонкий и физический план. У нас есть шанс и сейчас многие пробуждаются даже в эту самую минуту, как бы кто не хотел меня заткнуть и опровергнуть. В параллельных мирах и даже уже в нашем все трансформируется в нашу пользу и многие знают о чем я. Осталось нам сделать свой маленький, но достаточно уверенный шаг. Все то, что сейчас происходит, это лишь агония темных. И нам пора брать все в свои руки. Ладно, больше не буду отнимать время мотивациями. Теперь непосредственно к делу. Выполнить волеизъявление в период массовой медитации 5 апреля просто необходимо. Синхронизация и усиление энергии будет неимоверной. Также стоит подчеркнуть, что в обычный день, если на коллективную медитацию вы не попали, старайтесь начинать произношение волеизъявления в любое начало нового часа. 11.00, 12.00, 23.00, неважно. Главное, чтобы в одно и то же время происходила синхронизация и об этом знало как можно больше всех вокруг. Идеально его прочесть 12 раз, не обязательно подряд. Вы можете распечатать текст на листе, текст для скачивания будет в видео. А можете просто повторять вместе со мной при воспроизведении. Это тоже создаст синергию. Старайтесь прочувствовать текст волеизъявления и наполнить своим нутром. Уходите от механического повторения. Понимайте, что вы говорите. Осознавайте каждое предложение. Произносите от души. В общем-то его достаточно осознанно прочитать один раз, этого уже хватит. Но никто не запретит вам закрепить успех, так сказать. Это уже на усмотрение каждого. Этот, так скажем, флешмоб способен очень много изменить в короткий срок. И чем больше народу подключиться к этому действию, чем масштабнее будет этот посыл в пространство, тем быстрее мир вокруг нас будет трансформироваться и перетекать в новые высшие энергии для человечества, как для единого разумного организма. Текст большой, местами для кого-то будет сложный, но наберитесь терпения. И еще сделаю небольшой пролог. Во время Львано-Израильской войны ряд исследователей провели эксперимент, в ходе которого группу людей обучали способностей ощущать мир внутри себя. Специально назначенное время этих людей забрасывали в истерзанные войной регионы Ближнего Востока. И когда они посреди всего этого кошмара преисполнялись чувством мира, террористические действия прекращались. Преступления против мирных жителей шли на спад. Количество пострадавших, доставляемых в госпитале, и число дорожных происшествий уменьшалось. Когда же эти люди переставали сосредотачиваться на переживания мира, все возвращалось на круги своя. Такие исследования подтвердили ранее сделанные открытия. Когда даже небольшой процент населения обретало внутренние состояния мира и покоя, это состояние отражается в окружающем мире. Исследователи смогли высчитать количество людей с чувствами мира в душе, которые требуются для того, чтобы это состояние отразилось на окружающем мире. Например, для города с миллионным населением требовалось бы примерно 100 человек, а для региона с населением 6 миллиардов оно составило бы меньше 8 тысяч человек. Формула учитывает лишь тот минимум людей, который необходим для того, чтобы начать процесс оздоровления мира. Чем больше количество людей охвачено чувством мира, тем быстрее возникает нужный эффект. Это исследование получило название международного проекта «Мира на Ближнем Востоке». А его результаты опубликовал журнал «Разрешение конфликтов» 1988 года. «Мироздание держится на людях, у которых любовь и мир в душе. Это костяк, основа организма цивилизации. Они не жалуются, не осуждают несовершенство мира, не презирают матрицу-систему, не призывают из нее выходить. Они просто спокойно делают свои дела, украшают свою жизнь на благо самим себе. Иногда даже не задумываясь о том, что их личная благополучная жизнь спасает этот мир от разрушения. Точно так же устроен организм человека. Стволовые клетки, стволовое тело, биополе, душа – это основа жизни. Их мало, но они в тельняшках. Сохраняйте внутри себя состояние мира и покоя. Это отражается на то, что происходит вокруг вас». Мы, разумное человечество, есть, обращаемся к всеединому источнику всего сущего, к первотворцам светлым, к космической коалиции, к представителям вселенского икона, ко всем разумным дружественным цивилизациям во всей Вселенной и измерениях на всех планах реальности, кто готов и может помочь человечеству. Просим помощи и содействия. Мы благодарим за все от имени каждого из нас и от имени всего человечества. Проявляем себя, свое свободное и добровольное волеизъявление в явном, тонком мирах, во всей Вселенной, во всех измерениях, мерностях, пространствах, во всей временной линии, во всех плоскостях, во всех планах реальности, в пространстве сна, между сном и явью, в цифровом, кибернетическом, виртуальном, эфирном, астральном, ментальном, казуальном и всех других пространств Вселенной. Человечество было жестоко захвачено чужеземцами-пришельцами из низкомерных и других пространств, ложью, обманом, витиевато, манипуляциями, сокрытием информации, технологическим воздействиями. С человеками были заключены контракты, договора и тому подобное на вывоз ресурсов Земли, на использование человека, человечество в качестве рабов, удержание людей, человечество в состоянии рабства, невежества, неполноценности, уничтожение нас как полноценного вида. В свою очередь мы готовы осознать все, что нам важно, нужно осознать на всех планах, согласно всем конам, канонам Вселенной, с целью эволюции, роста, гармоничного бытия на всех планах реальности и соблюдения всех конов Вселенной, всеединого, всего сущего. Волей своей, мыслью своей, словом своим, выбором своим. Знаем, проявляем всех, аннигилируем, аннулируем, отправляем в их первоисточник, обнуляем, отрекаемся, освобождаемся от всех осознанных и неосознанных договоров, контрактов, обещаний, разрешений, позволений, согласий, узов, союзов, зароков, обетов, сделок, инициаций, посвящений, со всеми негативными, деструктивными для человечества, низкомерными и другими пришлыми чужаками планетарными и инопланетными представителями, цивилизациями, богами, творцами, создателями, держателями, демиургами, жрецами, учителями, чернокнижниками, поселенцами, пришельцами, сущностями, духовными структурами, мастерами других измерений всех планов реальности, служащим деструктивному плану против эволюции человечества. Проявляем, идентифицируем, аннигилируем, отправляем в их первоисточник, во всем многомирии, всех негативных внедренцев чужих, иных, других с разных измерений, мерностей, параллельных миров, чужеродцев, пришельцев, клонов, обученных людей, учителей, религиозных деятелей, являющимися служителями пришельцев и темного тайного мирового правительства, управляемого захватчиками Земли с намеренно деструктивными целями, действиями, намерениями, задачами во всех планах реальности. Идентифицируем, проявляем, аннигилируем, отправляем в их первоисточник всех, кто внедрял, внедряет человечеству энергоинформационные, деструктивные, мешающие эволюции, созиданию программы через низкие частоты, гипноз, кодирование, зомбирование, психотропные, химические, биологические, вирусные бактерии, нано-микророботов, микробов, импланты, чипы, прививки, средства массовой информации, предсказания, гадания, книги, газеты, журналы, фильмы, 25-й кадр, новости, тренинги, религию, науку, образование, психологию, нейролингвистическое программирование. Перебрасывая и внедряя свои кармические реинкарнационные родовые перебросы на человечество, проявляем, аннигилируем, аннулируем, отправляем в их первоисточник всех тех, кто изначально, заведомо, осознанно действовал корыстно, деструктивно, целенаправленно внедряя технологии подавления человечеству, главного кона во Вселенной, право свободной воли, свободного выбора, свободу передвижения в пространстве, посещать параллельные миры, развивать экологически благоприятную энергетику в симбиозе с природой, в полном равновесии. Аннигилируем, аннулируем, знаем, отрекаемся, освобождаемся от всех договоров, контрактов, уз, союзов, обетов, обещаний, клятв, трастов, разрешений, позволений на право изъятия у человечества родовой земли, территории родовых поместий, наших органов, энзимов, нашего жизненного потенциала, жизненной энергии, миссии, талантов, воли, выбора своего собственного пути, развития эволюции, кто мы есть в яве и всего другого. Знаем, отрекаемся, освобождаемся от печати забвения, невежества, внедренных программ безысходности, слабости, страха, стихийных бедствий, хворей, хилий, болезней, страданий, увяданий, гноблений, унижений, одиночества, потери родных и близких, остаться без жилья, дома, квартиры, от страха потери материального благополучия, от страха бесплодия, голода, холода, войны, кончины, смерти, а также от всех причин и следствий фантомных образований, связанных с внедренными в сознание человечества всех негативных, деструктивных, низкомерных программ, идущих от чужих пришельцев другого измерения, пространств, мерностей, тайного темного мирового правительства, темных деструктивных тайных сообществ на Земле, целенаправленно сдерживающих развитие эволюции, деструктивно влияющих на человечество любыми корыстными способами, методами на всех планах реальности. Проявляем всех ложных внедренных вещателей, пришельцев в человеческих телах и в изначальных клонов, фантомов, а также всех тех, кто по договору к контракту с ними проявляет себя через средства массовой информации, внедряя ложную, негативную, злободневную информацию, манипулируя, запугивая, внедряя страх, безысходность, превосходство. Проявляем негативных, деструктивных, корыстных представителей, служащих в их собственное единоличное благо и в пользу навязанного порядка вопреки человеческому выбору эволюционировать, созидать в гармонии, соблюдая единые вселенские коны. Проявляем всех трансляторов информационных негативных вбросов в информационное поле Земли на всех планах реальности. Проявляем, аннигилируем, аннулируем, обнуляем на всех планах реальности. Все, что мешает, блокирует, препятствует эволюции, росту, гармонии, осознанности, соединению всеединым источником. Мы просим произвести аннигиляцию, аннулирование всех эгрегоров, пустых матриц, ящика Пандоры. Все то, что блокирует, препятствует эволюцию на всех планах реальности. Забираем, возвращаем свой потенциал, энергию, ресурс и компенсацию, приумноженную в тысячу раз за причиненный вред. Торможение эволюции, рост развития, упущенные возможности, утраченные попусту жизни. Мы по праву человечества, рожденного с правом свободой воли и выбора, соединенным с всеединым источником всего сущего, просим вернуть со всех тех, кто через психотропное воздействие и техногенное влияние на сознание, подсознание на всех разных планах реальности, каждого человече стягивал, стаскивал, сдергивал руками человеков и собственными все ресурсы Земли, человека, человечества во всех воплощениях. Мы разумное, осознанное человечество просим, возвращаем по праву кона воли, просим возврата всего изъятого во всех человеческих воплощениях, всего человеческого потенциала, время, пространство, нормальную реальную информацию, единую планетарную, от всеединого источника всего сущего, моноязычную цивилизацию с гармоничным управлением без границ, без силовых структур, осознанную. Просим вернуть человечеству компенсацию, приумноженную в тысячную степень со всех сущностей, инопланетян, пришельцев с низкомерных и других измерений, их пособников, темного, тайного правительства, силовых структур, задушегубства человечества, всех изъятых земных ресурсов Земли, вертикального, спирального времени, согласно кону Вселенной и единого источника всего сущего в самом гармоничном виде, в самом благоприятном темпе. Возвращенный потенциал мы направляем на исцеление, восстановление, активацию многомерной иммунной системы планеты, лесов, растительности Земли, человече, на полную коррекцию планетарного поля событий во времени, пространствах, мерностях, измерениях на всех планах реальности. Потенциал мы направляем по своему исконному праву на каждого живорожденного человече, исцеление нервной системы, коррекцию активацию ДНК-РНК, лепрекацию ДНК-РНК, коррекцию хромосомного набора обмена веществ гормонального фона, сердечно-сосудистой системы, всего физического тела и энергетических тел, всего на всех планах реальности. Просим помочь человечеству восстановиться, эволюционировать до состояния сверхчеловека, Бога, осознанного представителя планеты Земля на космическом, вселенском масштабе и планете Земля, части как единого цельного организма. Потенциал направляем на выполнение всех конов Вселенной всеединого сохранения равновесия по всему многомирию, по всем информационным полям событий согласно кону, канонам Вселенной единого источника всего сущего, в едином многомерном пространстве всеединого. По кону теперь каждый отвечает только за свою деятельность, ошибки и нарушения. Все, кто организовал беспредел на Земле, пусть каждый в полной мере отвечает за содеянное. Мы готовы осознать все, что нам нужно, полезно осознать с целью роста и эволюции в самом гармоничном варианте и темпе. Просим всеединого, высших представителей кона Вселенной принять нашу петицию, отнестись к ней с пониманием. Благодарность, низкий поклон всем видимым и невидимым помощником и участником нашей жизни за все. Благодарим всеединого и всех, кто способствует нашей человеческой планетарной эволюции на всех планах реальности. Да будет воля наша человеческая исполнена силой, она наполнена силами светлыми, первотворцами, богами, всеединным источником всего сущего. Да будет так во всех мерностях, измерениях, на всех планах реальности. Благодарю, благодарю, благодарю.